Добрый день, уважаемые видеозрители канала Планета дзюдо. Я Роман Карасев. Сегодня я хочу поговорить с вами на тему кодекс дзюдоиста. Вот он здесь написан. И немножко хочу сделать предисловие. Где-то пять месяцев назад я начал проект, который так и назывался кодекс дзюдоиста. Этот проект идет в рамках образовательного проекта, который мы ведем вместе с журналом Мурзилка, литературно-художественным детским журналом Мурзилка. Проект называется «Концепция воспитания культуры человека через изучение и практику боевых искусств». Этот образовательный проект очень широкий, но в рамках этого проекта я провожу различные опросы, различные мероприятия, которые тем или иным образом могут иметь отношение к именно процессу образования. И сегодня я хочу снова напомнить или вернуться к вопросу о кодексе дзюдоиста. Я давайте сначала зачитаю вам его. Это «Дружба, уважение, искренность, честность, скромность, самоконтроль, храбрость, вежливость». В моих видеоинтервью, которые вы могли видеть на нашем канале «Планеты дзюдо», я брал уже, задавал такие вопросы моим собеседникам. Это разные люди, это и тренеры, это и спортсмены, это и научные деятели в области боевых искусств, причем разного направления. И меня интересовало, каким образом боевые искусства, в частности дзюдо, мы берем в общем представлении, дзюдо – это частность. Но я хочу задать вопрос, каким образом боевые искусства могут влиять на такие качества человека, как «Дружба, уважение, искренность, честность, скромность, самоконтроль, храбрость, вежливость». Если и предложите нашим уважаемым видеозрителям, кто практикует, кто занимается, кто изучает различные боевые искусства, не обязательно дзюдо, может быть и карате, айкидо, ниндзюцу и так далее, каким образом занятия боевыми искусствами могут оказывать влияние на эти качества. Вы можете писать свое мнение по этому поводу на электронную почту мне, я дам ссылку в описании на электронную почту, а также высказывать свое мнение в комментариях к этому видео, возможно, у вас есть свое мнение по этому поводу. Скажу, что этот кодекс дзюдоиста, он сформирован не непосредственно создателем школы Кадакан-Дзюдо-Дзюк-Уракан, он создан или сформирован во Франции, именно вот в такой интерпретации. Но, несмотря на это, вопрос о этих качествах, которые могут быть в человеке развиты с помощью боевых искусств, а может быть и не могут быть развиты, стоит очень явно, потому что я изучаю боевые искусства, но, в частности, дзюдо достаточно давно, с 1985 года, и поэтому меня все время интересовало, на самом деле, может ли занятие дзюдо повлиять на то, что я стану более дружелюбен, или я стану более уважителен, или я стану более храбрым, и так далее. Я пока что не готов в полной мере сказать, насколько занятия повлияли на эти мои качества. Думаю, что это пока в процессе, но хочу предложить вам, еще раз напоминаю, в рамках вот этого, так сказать, исследовательского проекта, попробовать выразить свои мысли на этот счет. Как вы думаете, каким образом занятия могут повлиять на вот эти вот качества, какие техники могут влиять, как это все происходит, на ваш взгляд, или же это невозможно, боевые искусства не могут влиять на эти качества, а эти качества заложены просто генетически, и никак невозможно повлиять с помощью боевых искусств на них. Поэтому я буду рад, если вы оставите свои комментарии, или будете писать мне какие-то свои размышления на электронную почту. Очень интересные мысли мы будем публиковать на страницах интернет-сайта Общества изучения боевых искусств планеты Дзюдо. Тоже будет ссылка в описании. И на страницах сайта Всемирной ассоциации Дзюдо. Тоже ссылка на сайт будет в описании, где мы будем эту тему рассматривать, этот вопрос. И я буду рад всем критическим замечаниям по этому поводу, буду рад любым отзывам. Так что присоединяйтесь к нашему проекту. Еще раз напомню, это образовательный проект «Концепция воспитания культуры человека через изучение и практику боевых искусств». Этот проект мы ведем совместно с Общество изучения боевых искусств и литературно-художественный журнал «Урзилка». Так что добро пожаловать в мир боевых искусств, совершенствуем все вместе. И есть у нас такой вот лозунг в этом проекте, который мы выразили словами. «Совершенствование способностей и всеобщее благополучие». Так что давайте совершенствоваться вместе. Увидимся на татами. До новых встреч. С вами был Роман Карасев и вы смотрели видеоканал «Планета Дзюдо». «Планета Дзюдо» «Планета Дзюдо» «Планета Дзюдо»